Телеканал Милет запускает новый познавательный проект автора идеи редакции творческих и развлекательных программ. Передача направлена на проверку уровня знаний крымско-татарского языка и будет проходить в форме интеллектуальной игры. Подробнее в сюжете Фадиме Ситмамут. Безблемос в переводе с крымско-татарского мы знаем. Так называется новый проект телеканала Милет. Игра проходит между двумя командами, в каждой из них по три человека. Познавательная игра состоит из четырех туров. В первом уровне командам в течение минуты нужно словами описать то, что изображено на мониторе. Победителем уровня становится та команда, которая наберет больше слов. Во втором нужно угадать название и автора песен. В третьем туре каждой команде необходимо успеть сделать подсказку капитану, за которую команда победителя получает два балла. Четвертый тур состоит из вопросов по топонимике и историческим объектам, которые чередуются с конкурсом «Угадай, что в мешке». Ведущая программы отделе ТОПЧИ говорит, в осуществлении данного проекта участвует большая команда, которая состоит из редакторов, режиссеров, звукорежиссеров, видеооператоров и осветителей. Вклад каждого из них незаменим. На вопрос, как автору проекта, вам какой из уровней больше всего нравится? Ведущая без всяких сомнений сказала. Мне больше всего понравился третий раунд. Он оценивался в два балла, не в один, как предыдущий. И был самым сложным. Выходит капитан, который ничего не слышал ранее. И он должен понять, что подсказывают ему участники команды. Было сложно. В этот момент участники команды и смеются, и нервничают. Но я считаю, что это был самый веселый тур. В этот раз в игре участвовали сотрудники Крымско-Татарского музея культурно-исторического наследия. А их соперниками стали сотрудники Крымско-Татарской библиотеки имени Исмаила Гаспринского. Участник команды, представляющей интересы библиотеки Севелия Гафарова, говорит, не стыдно не знать, стыдно не учиться. Она поделилась полученными от игры впечатлениями. Эмоциональным людям в подобных играх бывает очень сложно сдержать свои эмоции. Не кричать, не жестикулировать руками. Я считаю, что эта игра будет полезна для нашей молодежи, ученикам школ и студентам, потому что они смогут проверить уровень своих знаний. Желаю в дальнейшем успехов. Пусть побольше будет таких проектов, способствующих развитию крымско-татарского языка. Единомышленником Севелия Гафаровой стала участница команды соперников Айше Меметова. Она говорит, данному конкурсу окраску придаст участие школьников, которые мы увидим в дальнейших выпусках программы. На вопрос, стал ли музей для вас родным домом. Айше Ханам без сомнений сказала «да». «Слава Богу, наш музей работает уже долгие годы. И за этот период он действительно хранит национальные сокровища нашего народа». Рисуль Ибрагимов работает программистом в Крымско-татарской библиотеке имени Исмаила Гасплинского. Участие в этой программе подарило ему массу впечатлений. А еще Рисуль исполнил веселую миссию в роли капитана третьего тура игры. Конечно, эти игры очень полезны. Они проходят на родном крымско-татарском языке. И те, кто его не очень хорошо знают, у них есть возможность выучить его получше. Когда я в роли капитана был в наушниках, пытался понять, что подсказывают девочки, мне было сложно, потому что музыка громко играла. А первыми участниками программы «Бызбылемос» были редакторы программы «Саба» телеканала «Милет» и сотрудники радио «Ватан Седаса». Дебют программы «Бызбылемос» не пропустите уже в это воскресенье в 9.30 на телеканале «Милет». Вадиме Сейтмамут, Дмитрий Незовой, Ибраим Ганиев, телеканал «Милет».